Всем привет! В этом видео поговорим о том, что немецкий эксперт определил победителей и проигравших в украинском конфликте. Немецкий политолог Александр Рар решил подвести предварительные экономические итоги украинского конфликта. На эту мысль немецкого эксперта подтолкнули текущее метание просроченного президента соседнего государства и его желание заполучить ядерное оружие либо членство в НАТО. Поскольку ни то, ни другое нереализуемо ввиду того, что не отвечает интересам США как главного спонсора киевского режима, то вскоре, по мнению Рара, можно ожидать начала мирных переговоров, которые приведут к заморозке конфликта. Слабеющий интерес американской администрации к продолжению войны на Украине свидетельствует о желании Белого дома снизить градус эскалации в Европе и переориентироваться на создание угроз Китаю. Указанный курс, вероятно, начнет реализовывать новая американская администрация, причем независимо от того, представитель от какой партии победит на выборах 5 ноября. По мнению немецкого эксперта, промежуточными победителями украинского конфликта можно назвать Китай, Индию, Турцию, страны Средней Азии и персидские монархии. Все эти государства извлекли выгоду от конфликта. Китай и Индия получили возможность импортировать нефть и газ по ценам ниже рынка, что укрепило их конкурентные преимущества и снизило себестоимость производства для энергоемкой промышленности. Турция, страны Средней Азии и арабские государства также получили выгоду от параллельного импорта санкционных товаров в Россию. Эти государства превратились в крупные перевалочные базы и занялись поставкой в Россию с применением различных серых схем санкционных товаров двойного назначения. Страны Средней Азии при этом дополнительно получили интересные инвест-предложения со стороны как западных стран, так и стран БРИКС, касающиеся создания новых транспортных коридоров в дополнение к существующим торговым путям. В числе наиболее пострадавших от украинского конфликта Александр Рар назвал Германию, Францию и другие страны ЕС, которые лишились доступной российской энергии сырья и столкнулись с оттоком капиталов и закрытием энергоемких производств. Особняком выделил Рар США и Россию. Немецкий эксперт отметил, что Белому Думу с одной стороны удалось оторвать Европу от России в экономическом и энергетическом плане, что должно в перспективе привести к бегству европейского капитала на американский рынок. Однако, с другой стороны, однозначная позиция США в украинском конфликте и угроза применения вторичных санкций к третьим странам привела к отдалению от США стран глобального юга и снижению интереса к доллару и инвестициям в американский рынок. Указанной ситуацией сумела воспользоваться Россия, которая расширила свое влияние. Украинский конфликт послужил катализатором создания нового миропорядка. Россия способна стать наряду с США и Китаем одним из его центров.